Сегодня, без объявления войны, германские войска напали на нашу страну, атаковали наши границы во многих местах. В октябре 1941 года, в ходе стремительного наступления, германские войска вплотную подошли к Москве, на оборону которой были брошены последние резервы Красной Армии. Советским командованием организовывались оборонительные рубежи. Жителями подмосковных городов в спешном порядке рылись окопы и траншеи, ставились противотанковые и противопехотные заграждения. Готовясь к отступлению, советские военные минировали и взрывали стратегически важные объекты – мосты, шахты, плотины, железные дороги. Несмотря на упорное сопротивление, немецким частям удалось рассечь советские войска, в результате чего в окружении попало более 600 тысяч советских солдат. В тылу врага были сформированы партизанские отряды, которые, пытаясь прорваться к нашим войскам, наносили немцам существенный ущерб. Давай, давай туда! Теба! Здесь! Сиди! Ниже крепи! Немцы! Там немцы! Ход, справа они! Товарищ военный-ingénер! Товарищ военный-ingénер! Там немцы. Где? Да, на том берегу. Уже совсем рядом. За мной. Немцы! 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 Вы закончили? Мы только успели разгрузиться. Где взрывчатка? Вон наверху. Я сказал всем сховаться. Не иначе разведка. Может они увидят, что плотинцы лёхонько и уедут? Тогда считайте, повезло. А если не уедут, может на их того? Отанкетку гранатами? Так они нас на бросок-то и подпустили. Вон, всё как на ладони. Передайте всем, в бой не вступать, сидеть тихо. Если это разведка, то, скорее всего, пойдут дальше. Есть. Ну вот и ладненько. Слушай мою команду! По неприятелю! Огонь! Маленько! Давай, давай, ну! По неприятным! По-досу! 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 Туда! Воспиугольники! По-досу! 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Выходи, братва! С домом, Вобик! Добрать оружие! Собирайся. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что, лейтенант, без вас могли и не справиться. Что вы себе позволяете, старшина? Какие все наглаженные. Да что ж такое? Доложить по форме! Расстреляю к чертовой мать! Отставить! Виноват. Головной убор потерял в бою. Разрешите обратиться, товарищ лейтенант. Разрешаю. Старшина Стреченко, исполняющий обязанности командира 18-го пехотного полка. Офицеры. Погибли офицеры. Я за старшего. Восьмые сутки пробиваемся к своим. Знамя сохранил. Эти трое прибились по дороге. Сколько из вашего полка? Пятеро. Все, что осталось. Вольно. Есть вольно. Аппарации одна по одному. Держаться, держаться. И так двое суток. От полка меньше роты осталось. Я единственный из командиров. И тут приказ отходить. А куда отходить? Немцы ниже по реке переправу наладили, зашли в тыл. В общем, кто прорвался, все со мной. Да уж. Досталось вам. А у меня вот приказ взорвать плотину и отходить. Наша линия обороны в километрах пятнадцати отсюда. Значит, перекур отменяется. Если это была разведка, значит основные силы где-то неподалеку. Мы с бойцами поможем с минированием и займем оборону. Пока вы не закончите. Хорошо. Главное успеть заряды заложить, а остальное ерунда. Если немцы, позволь. Стёжкин! Тащите катушку на холм. Есть, товарищ воин-инженер. Вот ты черт. Семья? Да. Жена Вера, сын Андрей. 22 июня как раз год исполнился. Богатырь и жена красавица. Ну, долго окучил? Три года без малого. Серьезная бабочка. Можно и так сказать. Я, когда ее в первый раз увидел… Ложись! Легкие, сука, бьет. Латину, чтоб не повредить. Зацепило? Да вроде нет. Откуда бьют? Там, вон, из того леса. Пригнись! Часто, стойте! 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 Надо взрывать! Приходьте! Пару минуты! Отходите! За мной! Готов, товарищ воин-инженер! Давай! Давай, давай! Давай! Стожкин! Вживой! Бойцы, слушай мою команду! Отходим, вашу мать! Давайте! Давайте, еще немного! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ты почему мать твою не взрываешь? Рола перебила! Ну, прикрой! Какой добрый в дам знать! Давай! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Рви, лейтенант! Рви, твою мать! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Кажется, она приходит в себя. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Где я? В госпитале. А что случилось? Водитель вас привез около часа назад. Признавайтесь, сколько не спали, только часом. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Четверо суток. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Глубокий обморок в результате сильного переутомления. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вера! Господи, Господи, слава Богу, жива. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Черт, что про тебя докладывают, джихрю, ну ты даешь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Простите, вы кто? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А, здесь Горин. Первый секретарь райкома комсомола. А она второй. Мой первый зам. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В таком случае вам должно быть стыдно, что вы доводите сотрудников до такого состояния. Ну, шутка ли, четверо суток без сна? Ну, неужели нельзя подменить человека? Ну, женщину все-таки. Доктор, я сама виноват. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Тем не менее, я настоятельно рекомендую хотя бы пару дней отдохнуть. И элементарно выспаться. Вот и, товарищ секретарь, тоже. Да, да. Считай, это приказ. Сейчас везу тебя домой и двое суток, чтоб духа твоего в райком не было. Поняла? Давай, давай, держись. Да не вот что скажи. Что там с укрепрайоном? Успеваем к сроку или еще где подкинуть? В смысле? Инструментов так на всех не хватает. А голыми руками много не накопаешь. Ну, по поводу инструмента я к утру распоряжусь, будут. А двое суток поспать дашь? Да, размечтался. Ну, десять часов можешь дрыхнуть смело. Что дома, скажи мне? Борис пишет. Две недели не писал. Ну, может, времени нет от него. Немец его он так прет. Да. Вчера его денежное пособие получил. Значит, в списках погибших не числится. Ну, поехали. Я смотрю, вы уже начинаете привыкать к нашим беседам. Я так понимаю, со мной уже все ясно. Показания мои подтвердить некому. Так что хватит меня мариновать и давайте в штраф баты дело с концу. Не слишком непросто. А что если документы погибших командиров и знамя полка вам вручило немецкое командование? Ну, чтоб вы пристали перед нами как герой. А? Сапог снимите. Сядьте и делайте, что говорят. Может, еще и сподние показать? Немцы для своих диверсантов научились отлично сапоги шить. Не отличить от наших. Так вот, с гвоздиком промашка вышла. Не ржавеют. Зараза. В отличие от наших. И все-таки самонадеянный вы человек, товарищ Стивиченко. И дерзкий. Насочиняли себе про нас черт знает что и в позу. А между тем мы сделали запрос нашим смежникам. И они сообщили, что двое ваших сослуживцев вышли на других участках фронта. Их показания полностью совпадают с вашими. Более того, за организацию обороны железнодорожной станции Выпря вас представили к правительственной награде. Ну и последний. Вас рекомендовали для прохождения дальнейшей службы в спецшколы НКВД. И, как говорится, все это могло быть Вашим, если бы не одно но. Почему Вы не сообщили о Вашей встрече с военным инженером Жихаревым? Про плотину невзорванную? Догораживаете? Или пытаетесь скрыть свою вину? Вот, что пишут Ваши сослуживцы. Петр Стрельченко устранил неисправность. Однако военный инженер Жихарев подрыв плотины так и не произвел. Если бы подорвал, мы бы сейчас не разговаривали. То есть Вас пожалел? Или не была другая? Более веская причина? Например? Ну, например, преступный умысел с целью сдать врагу важный стратегический объект. Как Вам такой вариант? Гипотетический. Ну, если гипотетически. Сомнения. Им нет места на фронте. Только факты имеют значение. Ну, а интерпретировать будут там, наверху. Ясно? Так точно, товарищ капитан. Ну, а в таком случае… Вот Вам бумага. Карантаж. Товарищ Стрельченко. Вступайте и перепишите Ваши показания. И пишите не то, что видели, а то, что было. Ну, а дальше все остальное решать не Вам. А когда закончите, получите направление, произведенные документы. Ну, и так далее. Слушаемся. Хорошо. Да гидрит. Копать колотить. Ну, ты там, э! Понежнее давай, не дрова везешь. Спирт не переводи. Давай, давай. Ну, что, как говорится, дай Бог не последний, а последний не дай Бог. До дна. Вперед. Куда они под колеса? А ты что, девка, ошалела, что ли? Девки на заваленке. А я второй секретарь горкома. Товарищи красноармейцы, нам понадобится Ваша машина для перевозки раненых. Приятного аппетита. Неси! Давай, давай. Пошел, пошел. Пошел. Помогайте. Пошел, пошел, пошел. Помогите мне, пожалуйста. Сюда. Мне помогите, пожалуйста, залезть. Ага. Спасибо. Семья? Жена Вера, сын Андрей. 22 июня как раз год исполнился. Богатырь и жена красавица. Сонь, все в порядке? Поехали! Оставь ты лошадь в покое. Аккуратно, аккуратно. Вот сюда, давайте, давайте. Спасибо вам, товарищ. Еще раз извините. Да ничего страшного, все хорошо. А как ранены? Нормально, вы меня простите, мне идти надо. Тут такое дело, нам командованию нужно доложить по какому поводу мы задержались в планете. Я поняла, если сейчас... Товарищ Егоров, товарищ... Стрельченко, Петр. Держите, если не поверят, то пусть звонят в райком комсомола. Я все объясню. ГОВОРИТ ПО-КОНОМ ЯЗЫКЕ Мам, добрый вечер. Скорее уж, ночь. Мама, ну я же просила вам. Кучка преступников и негодяев позорит свой народ. При чем тут Геуте? Есть будешь? Угу. Как он? Ждал тебя, конечно, но постепенно привыкает. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Таким образом, согласно директиве номер 148 от 29 июня 1941 года по усилению борьбы с уголовной преступностью, дезертирством и мародерством патрулю проявлять максимальную бдительность, особое внимание уделять объектам торговли и финансово-хозяйственного назначения. При выявлении правонарушений проявлять самые жесткие меры по их пресечению. При малейшем сопротивлении оружие применять без предупреждения. Все ясно? Так, точно. Для усиления каждому патрулю будет придан боец оперативно-комсомольского отряда, который почему-то опаздывает. В гражданске в патруле плохая примета, товарищ капитан. Толку никакого, в случае что еще отвечать за них? Товарищ капитан, командир оперативно-комсомольского отряда Жихарева. Почему опаздываете? Объявляю вам выговор. Хорошо. Нехорошо, а есть, товарищ Жихарева. Есть выговор, товарищ капитан. Встать в строй. Инструктаж проведет старший патруля во время маршрута. Все, кто не получил оружие, следовать за мной. Остальным приступить к службе. Разойтись. Мало того, что гражданский, так еще и баба. Опять вы? Опять я. В Москву пошли. Ничего, там им устроили теплый прием. На нашу Курепп район иногда бы несколько налетов было. А у вас осколочная? Шальная. Если не хотите, вы можете не рассказывать. Да тут и рассказывать нечего. Мы должны были плотину подорвать. А тут немцы. Пришлось ступить в бой. И, как назло, взрывом провод перебил. Я пополз. Обрыв нашел уже. Самая плотина. Скрипел провода. Кричу нашему инженеру. Рви, а он смотрит на меня. И дальше взрывок. Граната взорвалась. Ну, а потом что? А потом я очнулся к другим немцам. Не знаю, почему не заметили. Наверное, подумали, что я мертв. До полского, как до воды. А там дальше вплавь. А инженер? Почему вы спрашиваете? У меня муж в инженерных войсках. Я о всех инженерах переживаю. Вера, я, наверное, должен вам сказать. Видите? Вроде фонариком подсвечивает кто. А что там? Да пес его знает. Вроде склад какой-то. Это магазин. Товарищ Жихарева. Бегом к ближайшему телефону. Диденко со мной. Да. Да. Ну, приятного аппетита. Тут уж пацаны. Да вы шо ж творите-то, а? Вы что, не знаете, что за такое полагается без суда и следствия? Нам сказали, все равно скоро немцы придут. А кто сказал? А ну-ка, а ну-ка, давай на выход. Давай на выход. И давай. И смотри, стреляй без предупреждения. Руки. Стоять! Все. Финиш. Прибежали. Да брось, вояка. Ну, ты ж не легавый. Давай разойдемся краями. По-доброму. Так и я о том же. Мордой вниз. И тише воды ниже травы. Ну, смотри. Сам нарвался. Сука, порву! Сука! Я его убила? Живой. Я думал, уже все. А ну, иди. Ну, как ты, сержант? Да жив. А шо у вас? Один готов. Этот вон живой, сволочь. Надо до трибунала. А что с этим-то делать будем? И там разбираться не будут, кто меня пырнул. Как вас угораздило с бандитами связаться? Они же вас, как овец, но обои вперед себя поставили. Простите, пожалуйста. Мы больше не будем. Честное слово. Комсомольцы? Ваше счастье. Другой разговор был бы. Пустите их. Расстреляют же дураков. Ух. А если это взболтнет? Скажем, что не догнали. А вы завтра, в десять часов, чтоб были около райком Комсомола, поедете укрепрайон строить. И не смейте увильнуть, я вас запомнила. Ну, че стои? Бегом марши, чтоб пятки сверкали. Ну! Еще быстрей! Бегом! Двое за мной! Иди помоги! Есть! Давай! Тяжелый гад! Давай! Да волковым! Куда взяли? Вронитан! Ну, вот и отписались. Он, мне кажется, по поводу сбежавших нам не очень поверен. Зато мы три жизни спасли. Вронь. Четыре. Если бы не вы, то меня наверняка бы. Так, каждый поступил. Не скажите. Я пойду. А можно я вас провожу? Как хотите. А вы двойные какие обработали? Да шиферил по немало. А знаете, что Петр означает камень? Как ты не задумался? Напрасно. Хорошее имя. Значит, крепкий. Не прошибешь. Такие сейчас нужны. Моего мужа, например, Борис зовут. Значит, Борец. Он, когда на последнем курсе учился, его поставили бригадиром на прокладку высоковольтной линии. А там по линии деревья росли. И на одном дереве он увидел гнездо. А там птицы. И он наотрез отказался рубить. Вроде приказ, обязан. А он отказался. Борец. Очень запах. Зато красиво. Это красиво? Я сейчас вам покажу, где красиво. Идемте. Это наше место. Я сюда прихожу, когда уж совсем не в днем году. Как будто и войны нет. Душевно. Говорит Москва. Новости последнего часа. В течение ночи наши войска продолжали нести бои на всем фронте. Особенно ожесточенные бои шли на Западном фронте. Близ городов Неберова, Голицына, Олимов. Вероломное военное нападение китлеровской Германии на нашу... Это уничтожить? Это на погрузку. Это уничтожить? А учетный архив куда? Сейчас Горин приедет, а это на погрузку он решит. Ребят, поднесите еще коротко. Вера, пойди сюда. Тут учетный архив, его куда? Все, туда бросай. Это на погрузку. Что-то случилось? Да, случилось. Только что мне это вручил полномочный особого отдела НКВД. Борис сдался в плен. Я в это не верю. К сожалению, это установленный факт. Показания свидетелей на второй странице. Особист. Особист хотел с тобой поговорить. Я сказал, ты будешь только вечером. Зачем? Мне нечего скрывать. Ты что, не понимаешь? Чем это грозит? Забыла, что ли, приказ 270? Об ответственности за задачу в плен. А если он был без сознания, когда его немцы взяли? Такое тоже может быть? Да все может быть. Только... Я могу что-то для тебя сделать? Мне надо отправить мать и сына. Хорошо. До вечера успеют собраться. Можете, наверное, на меня еще раз заглянуть? Левый. Левый. Шире шаг. Левый. Раз. Раз. Два. Три. Шире шаг. Не растягивайся. Вера, я. Вера, ну подождите. Куда же вы? Ну? Вера, я должен вам сказать... Все, что я должна знать, я уже знаю. Боюсь, что ничего нового вы мне не скажете. Всего доброго. Хватит! Поедешь с бабушкой на грузовике В путешествие. Да? Потом на поезде. Это наш грузовик. Чужой грузовик. Не наш. Но зато грузовик. Да, а там ты пойдешь в садик. У тебя будут новые друзья. Туда мы сейчас пойдем. А там много грузовиков. Много грузовиков, да. Но нам нужен один с тобой. Зеленый. О, видишь там? Видел. Зеленый. Зеленый, да. Вот, смотри, мы уже пришли. У тебя такая игрушка есть. Так. Сейчас. Мама, ты теперь за главного, да? Будешь следить за бабушкой, да? А я скоро приеду, да? Хорошо. Мама, я вас очень люблю. Я скоро приеду. Будешь хорошо. Все будет хорошо. Давай. Спасибо. Почти. Почти. Мама. Брянь. 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 КОНЕЦ 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 Господа. associ. В течение ближайших трех часов все граждане должны явиться в комендатуру для постановки на учет. Тем, кто сообщит новому правительству сведения об оставшихся в городе партийных активистах, коммунистах, комсомольцах и членах их семей, будут обеспечены дополнительные преференции. Сведения о вышеупомянутых лицах вы можете сообщить в письменной или устной форме. Вот она. Стоять! Стоять! Стоять, Стоять! 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 Да! Аю! Тоять! Тихо, тихо, тихо тихо! Ирлельф Хорошо да! Чё, сдадите? Зачем вы меня сюда притащили? На рассвете мы вас выведем из города. То есть вы… Спасибо. А мешок зачем на голову надели? Никто не должен знать, где это место. А если вас поймают, вам же легче будет. Спасибо. Вы эти правды не знаете. Вам тоже спасибо. Спасибо. Если б тогда вы нас не отпустили, значит теперь мы в расчете. Дальше я сама. Удачи вам, ребята. Вам тоже удачи. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Удачи! Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Противник нейтрализован. Согласен. Копать, колотить. Куда ты денешься? Становись! Товарищ старший лейтенант государственной безопасности. Учебная задача выполнена. Диверсионная группа учебного противника нейтрализована. Потерь среди личного состава нет. Командир группы захвата курсант Стрельченко. Вольно разойтись. Вольно разойтись. Стрельченко. Ваша успеваемость весьма похвальна. Разве что взрывное дело малость подтянуть. Очень скоро у вас будет такая возможность. Только в боевых условиях. Для выполнения задания вам поручено отобрать десять человек из числа курсантов. На ваше усмотрение. Вопросы есть? Никак нет, товарищ старший лейтенант. Время пошло. Есть. Разрешите? Да-да. Товарищ капитан государственной безопасности, курсант Стрельченко по вашему приказанию прибыл. Проходите, товарищ Стрельченко. Прошу. Вам знакома эта местность? Так точно. Я здесь выходил из окружения. А что вы можете сказать о плотине в этом районе? Я уже рассказывал об этом случае не один раз. Я не обои. Меня интересует ваше мнение о ней как потенциальном объекте. Объект как объект. Хорошо храняется. Это еще мягко сказано. Данная плотина является ключевым звеном районной энергосистемы, которая обеспечивает электричеством ряд важных объектов, которые мы, к сожалению, не смогли уничтожить при отступлении. В том числе и завод по производству высокотехнологичной стали. Понимаете? Так точно. Исходные материалы для танковой брони. Именно. Кстати, что с вашей группой? Группа полностью сформирована и готова к выполнению задания командования. А вот эта плотина и будет вашим заданием. Вы должны будете ее уничтожить или нанести такие повреждения, чтобы восстановлению она не подлежала. По крайней мере, в ближайшие месяцы. На подготовку сутки. Вопрос есть? Мы действуем одни или… Или на месте вас встретят товарищи из местной парторганизации, наши подпольщики. Они же ведут вас в курс дела и обеспечат взрывчаткой. Еще вопросы? Вопросов нет. Разрешите идти. Идите. Значит, говорите, немцы уже под Москвой? Угу. Веселенькое дело. Тут я второй день канонады не слышу. А вы давно так выходите? Да, почитай, из-под самого Витебска. Каждый раз по яме. По-разному бывало. В нашем положении вступать с фрицами в открытый бой было бы глупо. Ну, в этот раз не выдержали. Мне людей из деревни согнали. Хотели расстрелять. Но мы… Они потом сутки у нас на хвосте висели. Льготно себя чувствуют. Собаки, как дома. Уже не чувствуют. Товарищ полковник, там самолеты. Гасить костры? Не надо. Усильте всю эту маскировку. Пускай люди отдохнут. Есть. На Москву пошли. А вы как за линией фронта оказались? У меня муж. Офицер инженерного полка. Я ищу. Он без вести пропал. Да. Третий раз здесь воюю. Но чтоб так драпать впервые. Почему в третий? Империалистическую. Гражданскую. Вот сейчас. А вы места эти хорошо знаете? Сна. Идите-ка сюда. Вот про это болото что скажете? Так это в обратную сторону. Там все болота глухие. Немцы тоже так думают. Товарищ полковник. Пожалуйста. Каша готова. Приятного аппетита. Спасибо, Максодов. Ты вот барышню лучше накорми. Идите. Поешьте. И отдохните. Спасибо. Юровских здесь. Присядь. Пойдем через это болото. Вот сюда до Спаска. Река перейти можем по плотине. Надо завтра проверить, не взорвана ли она. Так это ж мы к Фрицу в тыл прямо. Правильно. Этого нет. Нас не ожидают. А потом резко на север. Вот в этот лесной массив. И пускай они нас там ищут. 150 километров крюк. Правильно. Хитро. Поварищ полковник. Ну вот как-то вот так. Марлен. А? Да. Что простить? Кушать будешь очень вкусно. Да, я сейчас буду. Спасибо, товарищ Максудов. Пожалуйста. Меня Бахтевер зовут. А меня Вера. Вообще приятно. Немцев тут всего с десяток. Может управимся, а? А пулеметы? А я пулеметчиков первыми срежу и никого к ним не подпущу. А вы в это время атакуете. Поживем увидим. А это еще кто? Да черт его знает. Смотри. Опять какая-то шишка важная. Опять и уезжать будет один. Может напрямки через лес тут близко? Срежем. Языка и возьмем. Как считаешь? А что сейчас нас со всех сторон обложат? Давай без фанатизма. Уходим. Ладно. Уходим. В общей сложности их там не менее трех десятков. Из серьезного оружия у них только пулеметы. Штуки три. Еще там военнопленные были. Немцы их на работах используют. Сколько? Ну, я насчитал человек 14. Охранят их так себе. Скорее приглядывают. Я считаю, все равно здесь не пройдем, товарищ полковник. Другой путь искать, что ли? До следующей переправы сколько? 40 километров. До нее еще дойти надо, да и то, что дойдем не факт. А если попробовать привлечь войну глядных? Товарищ полковник, а вот это привлечь-то в каком смысле? Подать им сигнал. Скоординировать наши действия. Как вы считаете, барышня? Ну, если их плохо охраняют, то они действительно могли бы нам помочь. Нет, мысль, конечно, замечательная. А как мы этот сигнал подадим? О, работает. А сбоку мороза? Точно. Ну, а если никто из них ее не знает? Придется довериться в случае. Надо придумать, чем отвлечь немцев. Всем все ясно? Да. Тогда готовьтесь, свободно. Товарищ полковник, у нас много завтра шансов? Шансов много или мало не бывает. Он либо есть, либо его нет. У нас шанс есть. А вот получится ли его использовать, это вопрос. Но мы приложим все силы. И это я вам обещаю. Спасибо. Пока не за что. А вот когда мы присоединимся к регулярным частям Красной Армии, вот тогда вы не отвертитесь. Тогда шоколадка и коньяк как минимум КВ. Договорились. Но я хотела бы тоже унести свой лид. У меня есть идея. Идея? Это хорошо. Похоже на марзянку. Просят подать знак, если мы их поднимаем. Как думаешь, кто это? Окруженцы. Да какая разница. Главное, что наши. Они будут прорываться через плотину с той стороны. Нужно помочь им. Ну как? Нужно захватить пост на этой стороне. Вот он. Нужно попробовать. Только если очень быстро. Наших бы как-то предупредить. Не надо. Когда мы начнем, у них не будет выбора. Да. Ret равно отжимайся. Р 비ка уеха! А теплика уеха! Ты своё, что сманная ищет его на мяк. Что того около бархали . Неisen мюджету! Это скорбие. Раздохай! Понятно, ее getir dan! Вы挑анный. Аном союзвините. Это знак. Ты че? Вперёд! Алло! Фоя, фоя! Вперёд! Вперёд! Тва-тва, делай как я! Вперёд! Огонь! Редактор субтитров А.Семкин субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Митч Монтакоев, линкор «Марат», Балтийский флот. Этильный оттенки, 41-й истребительный авиаполк. Я так понимаю, товарищ полковник, вы главный? Правильно понимаете. Все подробности потом. Юровских! Собрать оружие и документы! Отряд слушаем мою команду! Стройца! Да! Рацию нашли. Вроде работает. Отлично. Надо взять ее с собой. Связь нам нужна. Слушаюсь. Товарищи, за помощь спасибо. Все вновь прибывшие будут зачислены в отряд. Селиванов! Я! За пулеметы объявляю благодарность. Служу Советскому Союзу! Отряд! Слушай мою команду! Давай команду, уходим. Шагом! Марш! Вера, ну как вы? Не замерзли? Нет, ничего. Так нормально. Я бы хотела… Я все понимаю. Давайте потом. Догоняйте отряд. Давайте! Бегом! 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 Есть! Быстрее! Ну, вот как-то так. Внимание всем! Через три минуты будем на месте. Высадка не в центре сигнальных костров, а не менее одного километра справа. Зарайся! Зарайся и сдержать путь, что ли! Кто, тем пор, как бы не соберелся вместе, всегда за костров не выходить! Все ясно! Готовь! Мудришь ты, командир! Пережу, я вам Бог бережу! Пошли! Тихо. Свои. Где стрелы? Не знаю. Я никого не видел. Я это, парашют с дерева снять не смог. Ничего, в другой раз с ним. Егоров где? Да куда я денусь? Давайте в темпе вальца. Значит, еще двое. Это на север. С полверсты отсюда. Так, колонна по одному. Гальский со мной. Егоров замыкающий. Есть. Ага. Понеслась, товарищи. Давай. Давай сюда. Что у вас? У Бушуева. Нога сломана. Аж кость торчит. Я повязку наложил, но сам он идти не сможет. Значит так, взяли, понесли. Давай, давай, давай. Давай, мужики, скорей. Ну, шевелите помидоры мне. Давай, тихо, тихо, тихо. Есть. Огонь. Гальский, за мной. Егоров, прикрой. Встречаются точки 3. Понял. Эта крудищаiones. Ага. Огонь. Той мар Prayers. Давай, давай. Встречите вы отопыты. Nhаной. Так, а. Встречga. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Ну, а под конец побывки началась война. Но я, соответственно, в ближайшую часть. С ними я и принял первый бой. Он же и последний. У нас закончились боеприпасом, пошли в контратаку. Там меня и приложили. Оказался уже в плену у немцев. В рабочую группу на плотину сами напросились или заставили? Ну, что греха-то эти. Сами пошел. Ну, потому что тот тип, который нас на работу принимал, он обещал хорошую кормежку. Ну, вот я подумал, подкормлюсь немножко и деру дам. А тут и вы появились. А тот, кто вас набирал, ты из немцев? В том-то и дело, что наш он. Судя по речи, из офицеров. Кажется, инженер он. Фамилия как? Откуда же я знаю? Немцы его называли гер-инженер. И мы его так же называли. Я даже как-то к нему хотел подкатить по поводу побега. Но потом понял, что он не за страх, а за совесть у них служит. А это в чем выражалось? Ну, уж больно уважительно они к нему относились. Он на плотину с охраной приезжал, с личной. Часто? Бывало через день, а бывало и по два раза в день. Риддит, указания даст и отчаливает. Напишите его. Лет тридцати, среднего роста, худощавый. Брюнет, видно он такой. Может, у него какие-то особые приметы есть? Шрамы, родинки, наколки. Есть такое. На левом запястье у него шрам был. Да, точно. Точно, шрам был. Извините. Ну, что ж, я поздравляю вас. Вы не приняты в отряд. Служу в Советском Союзе. Какие еще? Какие еще? Это ваш муж, я правильно понимаю? Пойду туда прямо сейчас. Я должна сама убедиться. Глупо. Мы далеко отошли, километров двадцати. Да и ночь на дворе. И мне все равно. Пока я сама не увижу, я не поверю. Понимаю, понимаю. Нет. Вы не понимаете. Да нет. Может, как раз я именно и понимаю. Разные в жизни ситуации бывают. Я в тридцать восьмом срок получил. Правда, в сорок первом реабилитировали. В общем, повезло. Ну, что? Да. Длинная история. А вот сейчас там, за линией фронта, думают, что, может, мы в плен попали. Может, стали предателями. А у меня в оранжей семье. Жена, сын, дочка. А связи нет никакой. За линию фронта нам пока не перебраться. И что нам делать? Пока здесь останемся, будем сил набираться. Попробуем наладить с нашими связь. Ну, и бить фашистов. Как-то так. А по поводу проверки вашего... Удобряю. То есть, я прям завтра могу туда пойти с утра? Я вам двух бойцов дам. Так безопаснее будет. Спасибо, товарищ командир. А можете называть меня Юрий Петрович? Нет. Вы командир. Я ваш боец. Давайте соблюдать субординацию. Да? А вы уже боец нашего отряда? Не видел заявления? Ну, я могу написать. Да не стоит бумагу марать. Достаточно будет устного. Слушаю. Товарищ полковник, прошу принять меня в отряд. В качестве бойца. Клянусь служить и бить фашиста. Не жаля ни сил, ни жизни. Ну, что ж, убедительно. Считайте, что ваше заявление одобрено. Были приняты бойцы нашего отряда. Ну, а раз так, то слушай боевой приказ. Все переживания отставить. Привести себя. Порядок. И марш отдыхать. Слушаюсь, товарищ командир. Что ж, может она нам и пригодится. Кто знает. Где остальные? Только мы ушли. Да и то, если бы не Кузьмак. Что думаешь, командир? Думаю, ждали нас здесь. Да это понятно. Дальше что? Уходить надо из этого района. Газький, за мной. Егоров, замыкающий. Пошли. Слушай-ка, Мацудов, а как по-вашему будет, к примеру, гриб? У нас в фергане нет гриб, значит, слова такое нет. А что у вас есть в вашей фергане? Ага. Яблоко есть. Урюк есть, дыня есть. Виноград есть. Арбуз есть. Арбуз, эко небедро. У нас на юге этого добра навалом. А арбузы у нас такие, что в них жить можно. И врешь. Такой арбуз не бывать. Какой арбуз темнота-то не русская? Арбуз, говорю, тыква, значит. Слушай-ка, Максудов, а как по-вашему будет хлеб? Нон. Слушай, Максудов, а как по-вашему будет площадь? Майдан. О, Майдан. Майдан, по-нашему. Значит, право было наш политрух, что все языки от одного происходят. От какого только не успел сказать. Погиб. Слушай-ка, Максудов, а как по-вашему будет, к примеру, пулемет? Шайтан мультук. Отстань, Селивана, много болтающих. Да чего не поболтать-то? За хорошей беседой и время быстрее бежит, и дорога короче кажется. Тихо. О, слышишь? Это что такое? Штраус. Сказки Венского леса. Не, не. Каша. Пшеная. Со шквашками. Уходить надо. Давай, туда. Нет. Луха, да. Ничего не боятся. И обустроятся вроде как серьезно. Интересно, какого рождаю тут надо? Некогда выяснять. Надо доложить. А может, мы их того. Пощекучен слегка. Совсем дурак, да? Ещё немцы могут быть поблизости. Тихо. Некогда... И все-таки, господа, мне кажется, что из всех тех мест, которые мы успели осмотреть, вот это самое подходящее для аэродрома. А что скажете вы? Боюсь, я мало понимаю в строительстве аэродромов. Зато оба лейтенант Кемке в этом прекрасно понимают. По удобству расположения и близости к инфраструктуре у меня возражений нет. Но есть один нюанс, господин штурманфюрер. Какой же? Плотина. До нее около пяти километров отсюда. А русло реки проходит примерно в пятистах метрах отсюда, вот там, за лесом. Плюс отрицательный рельеф относительно уровня поверхности воды. В общем, в случае гидротехнического прорыва будут неприятности. Что значит неприятности? Я думаю, что об этом лучше спросить у специалиста. Ну, в худшем случае, волнопаводка будет здесь через двадцать минут. И какие могут быть последствия? На этом месте образуется небольшое озеро. А почему может быть такой прорыв? Кто знает, землетрясение, ураган, падение метеорита, например. Или диверсия. А, понимаю. Вы об этом инциденте два дня назад. Я могу вас уверить, такое больше никогда не повторится. Охрана плотина значительно усилена. К тому же я уверен, что это была случайная группа русских, которые выходили из окружения. Они ведь даже не пытались повредить объект. Что ж, мое дело предупредить. Да, вы это сделали. И мы это обязательно учтем. И, несмотря на это, я настаиваю на том, что аэродром будет именно на этом месте. И двадцать минут, между прочим, вполне достаточный срок, чтобы самолеты успели подняться в воздух. Вам виднее? Да. Товарищи, еще недавно мы были окруженцами с боями, пробивающимися к линии фронта. А сейчас мы партизанский отряд, самостоятельная боевая единица. А раз так, то мы клянемся исполнить свой священный долг перед нашей Родиной. Клянемся бить фашистских гадов за слезы наших детей, за боли и страдания наших матерей. До тех пор, пока не внесем наше боевое знамя в их поганое логово. Клянемся! 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 Легкой победы я вам не обещаю. Будет много крови, пота и боли. И каждый доживет до этого светлого часа. Но победа будет за нами, и враг будет разбит! Это я вам обещаю! Товарищ полковник. Стрядка. Слушай боевой приказ. Борису Жихареву, добровольно сдавшемуся в плен, верой и правдой, служащему фашистским захватчикам, вынести смертный приговор. Если сдавшийся враг еще может рассчитывать на наше помилование, то предатель Родины нет! Приказ привести в исполнение, командир отряда, полковник Налетов. Вольно. Можете разойтись. Суть по тому, что принимающая сторона тоже не выходит на связь. Что-то произошло. По всей видимости, провал. Ну, то есть, по-твоему, на этой группе можно ставить крест? Я бы не торопился с выводами. Ишь ты, не торопился бы он с выводами. Давай, готовь вторую группу. И с этим бы я тоже не спешил. Уверен, немцы их ждут. Что ты предлагаешь? Я предлагаю еще подождать. Перед вылетом Стрельченко предложил высадиться не на сигнальные костры, а чуть в стороне. На всякий случай. Я дал добро. Угу. Думаешь, кто-то из них мог уцелеть? Почему кто-то? Могли и все. Тогда почему они не выходят на связь? Если кому-то удалось выжить, первое, что он должен сделать, это уйти как можно дальше из зоны пеленга местных станций радиоперехвата. А это, по крайней мере, 80-90 километров. Ну да, это понятно. Тем более, если учесть, что пойдут они не по прямой, а петляя, стряхивая возможную погоню, то умножай на двор. Так точно. В лучшем случае двое суток. Которые уже истекли. Но ведь на месте им тоже нужно как-то осмотреться, выяснить обстановку. Да и с рацией могут быть проблемы. Ну, короче, что наверх будем докладывать? Сколько еще ждать? Я думаю, трое суток, не меньше. Потом будем готовить вторую группу. А это еще два дня. Да. Ладно, считай, пять суток у тебя есть. Я пока запрошу данные разведки. По этому и прилегающему району может что и выяснится. Давай пока с тобой попытаемся понять, где они могут выйти на связь. Если, конечно, уцелели. Посмотрите. Вот здесь плотина. Ну что ж, неплохо. Неплохо. Я могу из большей дистанции. Я когда Новорошиловского стрелка сдавала, с 25 метров 92 очка выбила. Ну, тогда были идеальные условия. Никто и ничто вам не мешало. Когда дойдет до дела, будет совсем все по-другому. Давайте попробуем еще раз. Это самое меньшее, что может с вами произойти. Значит, буду стрелять в упор. А вы когда-нибудь в человека стреляли? Сейчас вы скажете, что мне нужно будет стрелять не в просто человека, а в отца своего ребенка. Но для меня это вопрос принципиальный. Это должна сделать я. Поэтому прошу закрыть эту тему. Я вас не буду договаривать. Я дам вам двух бойцов. Один будет ждать в условном месте, другой пойдет с вами. А сейчас идите отдыхать. Есть. Солодовников! Я! Я! Товарищ полковник. Вы, кажется, местный? Да недалече из Нелидовья. Когда шафирил, до войны этого в эти края частенько катался. Пойдете с Верой. Будьте осторожны. Действовать будете по обстановке. Вам все ясно? Так точно. Идите. Есть. Не он? Нас чего-то вообще взяла, чтобы тут искать надо. Если он у немцев по технической части, может постоянно и в разъездах быть. А свою работу он должен докладывать. Комендатура здесь, значит начальство. Тоже верно. Ну, а если он нынче не появится? Завтра придем. Без документов много не находишься. Патрули вокруг. Да и стемнеет скоро. А ведь они наверняка и комендантский час вели. Значит, здесь переночуем. Нет, это что ли? Да, это он. Командир, когда на связи-то выходить будет, то на таких харчах долго не протянем. Через два дня. Угу. Нас на гости уже похоронили и наградили по смерти. А за что наградили? Тоже верно. Значит, просто похоронили. С завтрашнего дня начнем обследовать окрестность. За мной. Делаем, как уговорились. Ты стреляешь, я страхую. И не вздумай с ним лясо точить. Подошла, пальнула и хода. Понятно? Да не здесь ты чего. А мне все равно. А мне нет. Главное местечко найти потише. Тогда шансов будет уйти больше. Прости. У меня что-то нервы совсем, ну, черт. Господин Жихарев. Охать пешком с секретными документами. Подойдите-ка сюда. Отдайте мне ваш портфель. Солдат! Солдат! Проводите этого человека. Поехали! Пойдем. Подержи. Подержи. Интересно, что за богадельня? Костинец. Откуда знаешь? В немецкой школе учила. И охрану что надо. На рапу тут не проскочишь. Ну что, девчонки, повеселимся? Вы идете на биржу труда. Устраиваетесь в эту контору, которая поставляет женщин для развлечений. Там работают одни беженки. Поэтому с трудоустройством не будет проблем. У тебя какую-то проверку надо будет пройти. Издевайтесь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ЗВОНОК В ДВЕРЬ 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 Будут документы, с помощью которого вы беспрепятственно попадёте в гостиницу. Вам обязательно нужно попасть в 28-й номер. Оттуда вы перелезете по карнизу в 29-й. Это номер Бориса. В общем, как-то так. Время работы строго ограничено. С 18.30 до 22. Сначала нужно будет обезвредить человека, в номер которого вы попадёте. Если добавить в алкоголь, ему через 10 наступает что-то вроде обморок. Затем нужно пройти в его номер. В номер нужно попасть до 19.00. В это время он выходит из комендатуры. Номер можно пройти через балкон, здесь по карнизу. Да. Самое главное, если что-то пойдёт не так, лучше прекратить операцию. Главное это выйти из дома. Там вас встретит группа прикрытия. Ох, чё и будут сегодня дела. Ишь, сколько понагнали. Простите, в каком смысле? Новенькая? Готовься, будет тебе домок от папироски. Ничего, лиха беда начала. Аусвайс. Распределяют, кто кому достанется. Чтоб никто ни с кем не сошёлся. Каждый раз к разному отправляют. Аусвайс. Шнелер, шнелер, аусвайс. Ну и всё, дурёха. Кто в коне пошёл, тот в воду вози. Ну перетерпишь в конце концов как-нибудь. Не могу. Честное слово, не могу. Что случилось? Двадцать восьмой достался. Да там гад один живёт. Немцы его почему зрячий хвостят, а он вот теперь. На нас отыгрывается. Сволочь одним словом. Тебя как зовут? Зоя, а что? Тебе это Вера. А я Зоя. Идёт? Угу. Угу. Тебя. Угу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Стоп. Господин Жихарев, ваше неврежное отношение к инструкциям начинает меня беспокоить. Мне придется об этом доложить. Простите, я думал, что могу вам доверять. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок О нем думаете? Сегодня он должен оставить записку. С местом и временем. Следующая встреча. А я здесь. Лежу. Боитесь, что без вас он не пойдет на контакт? Я единственная, кто ему по-настоящему верит. Насколько я понял, ваш командир тоже склонен ему доверять. Напишите ему письмо. Объясните, в конце концов. Главное, что вы живы. Видимо, так и придется сделать. Спасибо за яблоки. Сильван говорил, что вы сегодня идете освобождать заложников. Женя, пойдем. К чему? Приказ пришел. Прекратить любые активные действия. Как же так? Они же за нас погибнут. Ну, если бы приказ пришел на пару часов позже. В любом случае, заложники могут сбежать. Под кок вырыть. Или доски. В крыше разобрать. Суд приказа не беспокоит немцев. А вот мы и не будем. И их беспокоить. Засек? Полторы минуты. От точки до точки. Хреново. Да. Хода к десять минимум. Значит, я пошел по телегу. Вытащу пару нижних досок из стен. А ты прикроешь. Понял. Понеслась. Ух, я... Тихо. Свои. Вы двое. В очередь. И погнали. Давай. Пошел. Все в порядке? Теперь моя очередь. Ну, давай. Будь осторожен, Паули. Буду. Отдай-ка мне сигаретку. Держи. Спасибо. Мне кажется, я что-то слушал. Держи. А, это лошадь. Как же здесь холодно. Да, ты прав. Холодно. В Мюнхене наверняка солнце сегодня. Известно? Отдыхайте, отдыхайте. Ну, как у вас дела? Разбираемся, товарищ полковник. Как вы понимаете, с пополнением отряда худо-бедно разобрались. А вот без взрывчатки на плотине нам будет очень тяжело. Я понимаю, у вас какой-то план был? Был. Добоюсь, он больно устарел. Ваш прилет Джихарева. У него свободный вход на плотину, на аэродром. Вот я написала письмо, и думаю, что он все поймет. Мы тут с товарищем Стрельченко решили привлечь Бориса к операции по уничтожению плотина. Спасибо. Сейчас расскажешь свои соображения. Штурм отметаю сразу. Плотину нужно взять без единого выстрела. Чтобы не дать ему возможность вызвать подмогу. Сейчас же он может помочь, Борис? Может. И очень многим. Но для начала я должен убедиться, что мы можем ему верить. Я могу ему верить. Отдыхать. Добрый день. Добрый день. Борис. А куда это вы? Так вот, обед, господин Штурмфюрер. Ваше предложение по поводу безопасности в районе аэродрома одобрено. Сколько времени вам понадобится, чтобы составить проект? Я не знаю точно. Дня три, четыре. У вас 48 часов. И учтите, любая ошибка в расчетах может иметь фатальные последствия. В первую очередь для вас. Да нет. В первую очередь для вас. Ты? А почему не... Не смогла прийти. Понятно. Ну, а ты откуда? Разве это важно? У тебя есть что передать? Да, конечно. Значит, если разместить взрывчатку на каждую точку инициации, плотина будет уничтожена наверняка? В результате взрыва образуется мощная волна-поводка. Настолько мощная, что этот вал ее не выдержит. Она до него не дойдет. Можно? Вот здесь, перед самым входом в Меандр, начинается старое русло, в котором река текла, ну, еще черт знает когда. Поскольку такой крутой изгиб сам по себе является серьезным препятствием, волна выберет путь наименьшего сопротивления. Тем самым по старому руслу выйдет к аэродрому, по наиболее короткому пути. И быстрее, в полтора раза. Это я заберусь. Нужно обо всем доложить. Сколько времени это займет? Понятно. Сначала своих предал, теперь немцев. Ну, и чего ты ждал? На проверку нужно время, а у нас его нет. Сможешь сам заложить заряд. Тогда мне придется пойти с вами на плотину. Придется. Только в случае успеха и шансов на то, чтобы выйти, у нас немного. Много. Ты больше ни о чем не спросишь? Значит, ни о чем. Сам скажи. Хорошо, но сначала объясни, что с ней. Она пишет, что заболела. Но ведь это не правда. Ранена была. Сейчас все хорошо. Через пару суток встанет на ноги. Три месяца, одиннадцать дней, восемнадцать часов. Ровно столько я был предателем. Пока Вера не вытащила меня из петли. Думаешь, я из-за тебя не вынул? Думаешь, пожалел? Рука не поднялась. Да, все верно. Пожалел. До слез, до дрожи в руках. Пожалел. Но не тебя, а себя, ее, сына. Потому что, как им быть, когда меня не станет? Рви, лейтенант! Столько мыслей. Я и представить не мог, что за несколько секунд можно столько всего передумать. Рви, твою мать! А что, если сдаться? Просто поднять руки и... Что будет потом? Ну! Постреляют или отправят в лагерь? Но главное, как будут жить они, если кто-то узнает? Ну, как они смогут узнать, если... Когда взорвалась эта мина, стало ясно, что делать дальше? Никто и никогда об этом не узнает. А значит, можно жить. А, ну, вот. И так. Продолжайте. Есть. Товарищ капитан, проходит плановое занятие по подготовке диверсионной группы. Я буквально на минуту. Центр в целом одобрил план Стрельченко. Ну, давай, давай. То есть, нам считают, что личное участие Жихарева в операции гарантирует его искренность? Видимо, так. Ведь он все-таки рискует собственной жизнью. Хотя, конечно же, никакого безоговорочного доверия речи быть не может. Именно этот аспект нам предлагается тщательно продумать. Срок сутки. Все уже продумано. Значит, у нас есть сутки или подготовки. Ну, что ж, с группой определились? Так точно. Боевая группа и основная часть специалисты-миньоры. Двести килограммов взрывчатки нам нужно заложить минимальное время. В таком случае, сегодня же отправляем радиограмму Стрельченко. Пусть готовит площадку. Удачи! Пусть готовит площадку. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Место это нашел, когда от погони уходили. Кругом болото. Тропа, по которой пришли, единственная? Еще одна есть. Кузьмак нашел. По ней уходить будем. Давай, начинай. Не рановато. Вообще 12 часов до высотки. А если с воздуха засекут? Если только с малой высоты. Это надо знать, где искать. А фонарик в темноте за три километра видно. Давай. Все ко мне! Быстрее! Давай, давай, давай. Разбились по группам. Начинаем! Устали? Нет. Не очень. У меня нагрузка только на пользу. Я быстрее сил наберусь. Садитесь отдохните. Спасибо. Скажите, как вы думаете, Борис, он... он справится? Нет, вы... Вы не подумайте, что я пытаюсь его оправдать. Нет, просто... Просто он по своей сути абсолютно штатский человек. Ему офицерское звание-то дали только потому, что у него высшее образование есть. А так... А так он совершенно не приспособлен ни к каким трудностям. Бытовым. Что уж говорить о войне? Хотите спросить? Как я за такого замуж вышла? Так это не я за него, это он за меня скорее. Он ведь даже стеснялся меня поцеловать. Так что вот, пришлось все взять в свои руки. Ничего, он справится. Вы уверены? Вы были без сознания, говорили с ним. просили пообещать все исправить. Он пообещал. Вернее, я за ним. Так что он справится. Значит... значит, вы ему верите. Спасибо. Войдите. Борис. Я ведь, кажется, внятно сказал, что смогу принять вас только после семей. Я предал вас, хер Шульц. Присаживайтесь. Пожалуйста. Вы что, в самом деле рассчитывали, что все эти ваши художества останутся без внимания? Значит, вы его... Ну, зачем же так? Впрочем, вынуждены признаться, проследить за вашим товарищем нам тоже не удалось. Ему удалось бежать. Так кто же этот таинственный незнакомец? Он из диверсионной группы. Мы когда-то вместе служили. И его так сильно интересует плотина. И вы ему, конечно же, все рассказали. Возьмите себя в руки. Мне это не импонирует. И ответьте мне на один вопрос. Почему вы пришли только сейчас? Я испугался. Позвольте узнать, чего именно. Я испугался, что мне не поверят. Что бы я ни сделал, я все равно останусь для них предателем. Да, и в любой момент вас могут поставить к стенке. А еще с ними моя жена. Ваша жена. Это интересно. Даже очень. Вы ведь ее наверняка очень любите. Но ведь если она с ними, значит, она ваш враг. Нет. Нет, она она скорее понятна. Я понимаю. Она заблуждается, а вы надеетесь наставить ее на путь истинный. Когда они намерены взорвать плотину? Не знаю. Я думаю, что когда у них будет нужное количество взрывчатки. А почему вы решили, что у них ее еще нет? Насколько мне известно, они пытались ее достать, но у них не вышло. И они хотят, чтобы я лично провел минирование. Когда следующая встреча? Послезавтра в обед. На том же месте. Значит, взрывчатка может прибыть в любое время. Какова ваша цена, Борис? Сколько? Гарантия безопасности для меня и для моей жены. А еще новые документы и возможность уехать на Запад. Я бы попросил еще 10 тысяч рейхсмарок, но с учетом этой ситуации я понимаю, что это будет слишком. Вы настолько наивны. 10 тысяч. У меня годовое жалование почти вдвое меньше. Впрочем, не важно. Денег вы не получите. Что касается всего остального, думаю, ваши условия выполнимы. Кроме гарантии для вашей жены. Послушайте, я... Это... Вы меня плохо поняли. Пока ваша жена работает с ними, я ничего для нее не смогу сделать. Мне нужно все обдумать. И еще я попрошу вас никуда не отлучаться из гостиницы. И сделайте одолжение и напишите все, что вы мне рассказали и все, что вы мне не рассказали. Академия. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Предатель чертов. Получишь ты свой запад. На том свете. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Предатель чертов. Будет тебе твой запад. На том свете. Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Это маловероятно Поэтому предполагаю, что завтра ваши друзья потребуют от вас помощи И чем я им смогу помочь? Посоветуйте им использовать вместо взрывчатки авиабомбы Это ведь возможно, правда? Да, вполне Десять фугасок это даже лучше, чем 200 килограмм тола Только где они их возьмут? Ну, например, при транспортировке со станции на аэродром А где и когда, вы сообщите им позже А что насчет моей жены? Скажите, что рядом с вами всегда должен быть их связной Я не думаю, Борис Что на эту роль будет большой конкурс Куда я ее приведу? Сюда? Снимите квартиру Вот по этому адресу Вас там уже ждут А вот эту штучку вы возьмете с собой навстречу Что это? Это тонбанд-герет Портативный диктофон Позволяет скрытно записывать речь собеседника Придумают же А как это работает? Очень просто, Борис После нажатия вот этой кнопки Начинается запись Пленки хватает на 25 минут Прекращайте наконец-то пить Женщина и алкоголь, Борис Вот главные враги мужчины Понятно? Какой же я мужчина? Тряпка и предатель, скорее Это ваше личное дело Я больше никогда не хочу подобного видеть Никогда После пересечения линии фронта Самолет был сбит Похоже на этом направлении Очень серьезная система ПВО Так что добывать взрывчатку придется Собственными силами Ты можешь узнать На каком складе немцы ее хранят Попробую Но я слышал, что все склады находятся под усиленной охраной А в городе в постоянной готовности Специальная рота СС Что-нибудь придумаем Ты главное Узнай где Хорошо Хорошо Но почему обязательно взрывчатка? Со дня на день аэродром заработает в полную мощность Туда уже завозят все необходимое В том числе и авиабомбы То есть их можно вскрыть и достать взрывчатку? Не нужно ничего скрывать По балочке они даже эффективнее Особенно при направленном взрыве Обычно взрывчатое вещество составляет половину веса И нам нужны бомбы среднего калибра Не больше 50 килограмм И тащить легче и закладывать Значит по две штуки на каждую точку инициации Да В любом случае нам понадобится Сведение хотя бы одной такой поставки Маршруты Характер груза Ты справишься? Постараюсь Кому-то из вас придется остаться в городе Если вдруг понадобится срочно доставить информацию в отряд Я могу снять квартиру где-нибудь неподалеку Хорошо Вполне разумно Да и документы у вас подлинные в отличие от наших Как только добудете информацию Сразу в лес Козь могло и ждать на том же месте Я пойду Ты тогда побудь пока здесь Я попробую отпроситься со службы Ну а если отпустят Думаю через пару часов Справим новоселье Иди Для вас случайно понадобится Сведение о хотя бы одной такой поставке Маршруты Характер груза Ты справишься Постараюсь. Кому-то придется остаться в городе, если вдруг понадобится срочно доставить информацию в отряд. Я могу снять квартиру где-нибудь неподалеку. Вполне разумно. Да и документы у вас подлинные в отличие от наших. Как только добудете информацию, сразу в лес. Козьмак будет ждать на том же месте. На этом встреча практически закончилась. Вы точно уверены, что они ничего не заподозрили? Но в противном случае моя жена бы не согласилась остаться. Логично. Кстати, на этот раз нам удалось не только провести ее спутника до самого леса, но и установить то самое место встречи, о котором он говорил. Правда, в лесу мы его потеряли. Когда я должен передать информацию? Не будем торопиться. Напряженное ожидание возбуждает аппетит и притупляет в длительности. Так что... У вас есть день-два, чтобы насладиться обществом вашей супруги после долгой разлуки. А как насчет остального? Деньги на расходы и документы можете получить хоть завтра. А что касается вашего переезда, у меня есть для вас замечательный совет. Италия или Южная Франция. Мягкий климат. Да и с работой по вашему профилю проблем не будет. Я подумаю. Нет. Присаживайся. Хотел сделать для тебя сюрприз. Очень красиво. Порш? Угу. А откуда? Вот шеватрушки с творогом. Откуда ты все это взял? Местная столовая, конечно, не ресторан, но очень вкусно. Попробуй. Ну, садись. Приятного аппетита. Давай выпьем. За нас. За встречу. А ты куда? Я сейчас. Ты ешь, ешь. Нравится? Мой любимый цвет. Примерь. Ты знаешь, у меня для тебя еще кое-что есть. И еще кое-что? Угу. У меня такое ощущение, как будто бы день рождения. Ты ведь моя жена? Что? Ты ведь все еще моя жена? Да. Да. И мне нужна твоя помощь, муж. Ты очень красивая. А ты что-то знаешь, ты. Корее. Здорова. Какой жена? recess. КОНЕЦ КОНЕЦ Не надо. Все хорошо. Не сейчас. Просто не сейчас. Ну как, да? До войны закончится. Если об этом думать каждый день, нужно с ума сойти. А как об этом не думать? Как об этом можно забыть? Если бы я мог, я бы отвез тебя куда-нибудь далеко-далеко. Где нет ни наших, ни ваших, ни русских, ни немцев. Где есть только простые люди. И они просто живут, просто работают. И становятся счастливыми. Нет. Это невозможно. Невозможно это взять и выкорчевать из себя. Как об этом можно забыть? Я не могу. Даже ради тебя. Ты больше меня не любишь. О, морозь, морозь. Не морозь меня, не морозь меня, моего коня. О, я вернусь домой на закате дня. Чего, командир, не спится? А это до нас на огонек. О-о-о-о. Обниму жену, напою коня. У меня жена... Ой, красавица, ждет меня домой, ждет тебя листом. Завтра должна приехать. Я не это имел ввиду. Замужем они. Война тяжелое и грязное ремесло. Это я вам как профессиональный военный говорю. Мне кажется, что ничего хорошего в ней нет. Но если присмотреться повнимательнее, то война как прожектор высвечивает нутро человека. Самые его хорошие и самые плохие качества. Трус становится предателем. Слабый подлецом. Но надежный, верный человек. Наверное, герой. Я не знаю, как распорядиться судьба. Не каждый доживет до конца. Но то, что война закончится, закончится нашей победой, в этом сомнений нет. А когда она закончится, мне больше хотелось, чтобы рядом с Верой оказался сильный, надежный человек. Любит она своего мужа. Я вам не предлагаю отбить ее мужа. Да и вы человек не такого сорта. Просто когда-нибудь ей потребуется помощь. Будьте рядом. Таким образом, укрепление участка береговой линии нам удалось закончить раньше намеченного срока. Нам, правда, пришлось привлечь военнопленных к этим работам, но их доставляли туда по ночам, поэтому вряд ли кто-то из них способен указать точные координаты этого места. Но об этом, наверное, есть кому позаботиться. Правда? А что скажет господин Жихарев по этому поводу? Я смотрю, вам совсем не интересно? Да, похоже на то. Если все работы выполнены как надо, я не вижу причин для беспокойства. Я рад, что вы так уверены в своих расчетах. Надеюсь, что нам не придется проверять их на практике. Да уж, не хотелось бы. Дислокация авиаполка почти закончена. На послезавтра уже назначен первый боевой полет. Да. Остается пожелать удачи Асам Геринга в небе над Москвой. Мы для них, по крайней мере, сделали все, что могли. Да, это правда. До свидания. Всего доброго. До свидания. Что ж? Знаете, я ведь когда-то тоже мечтал с оклящиком. Но, увы, я не прошел отбор по здоровью. А вы? А я даже по деревням не валю. Аэрофобия. Что-то мне не нравится ваше настроение. Проблемы с супругой? Понимаю. Боитесь того момента, когда придется ей все рассказать? А вы бы не боялись? В моем случае такой момент невозможен в принципе. И молите Бога, чтобы завтра все прошло. Как у вас говорят это? Без сучка и задоринки. Задоринки, точно. А теперь слушайте меня внимательно и запоминайте. Существует один единственный маршрут. Для машин с грузом со станции на аэродром. Да, но большинство маршрута проходит по открытому пространству. Не так много удобных мест для засады. Нет, это неправильно. Их есть два здесь и здесь. Можете сделать им одолжение и подсказать им оба. Я думаю, они сами догадаются. А что, если они не рискнут? Рискнут. Вчера наши войска начали генеральное наступление на Москву. И наверняка руководство требует от них выполнения задания, с которым они и так уже неприлично затянули. Исходя из того, что почти две трети маршрут пролегает по открытой местности, местные были подходящие для засады два. У моста через реку и здесь, где дорога делает крутой поворот. Конечно, у моста удобней. Здесь сразу после поворота начинается подъем. Транспорт будет двигаться с минимальной скоростью. Но исключена возможность быстрого отхода. Так, да, второй вариант. Два аэродрома, километров в семь. Зато ограниченная видимость. А если устроить завал вот здесь, сразу после поворота они в него воткнутся, и отходить будет удобно, а? Ну, а дальше по плану. Ну, только я не согласен, что вам нужно возвращаться в город. Кузьмак и без вас справится. Борис ждет меня. Хотел бы возразить, но вынуждены согласиться. Не имеем права подвергать операцию даже малейшему риску. Тогда я предлагаю, чтобы вместо Кузьмака пошел я. А вот тут я не согласен. Здесь вы нужны. Я пойду? Идите. Спасибо. Удачи. Спасибо. Я провожу. Удачи. Удачи. Вы не отвечаете. Я не ваш боец. Ну, если на то пошло, я бы мог сказать, что мы все здесь отвечаем друг за другом. Я не могла пустить одну. с Кузьмаком. Или с Кузьмаком. Потому что, потому что люблю вас. Вы очень хороший. Как собаку похвалили ей Богу. Вы очень хороший человек. И верный товарищ. И вы даже нравитесь мне, но… Но я замужем. Я знаю, что вы замужем. Я знаю, что нет у меня никаких надежд. Просто я хотел, чтобы вы знали, что если вам будет плохо, что есть я. Я всегда буду рядом. Пойдемте. Итак. Первая и вторая группы уже заняли исходные позиции вблизи наиболее уязвимых мест на маршруте. Вайс-1 у моста. Вайс-2, в свою очередь, в 7 километрах от аэродрома. Это там, где дорога делает крутой поворот, и курсовая видимость существенно ограничена. Ваша задача – ударить в тыл и отрезать пути отхода до тех пор, пока не прибудет Вайс-3. Те группы, которые напрямую не задействованы в операции, следуют сзади колонны в качестве мобильного резерва. Еще вопросы? Никаких? Хорошо. Хорошо. Тогда за дело, господа. Докладывать лично мне каждые 30 минут. Хай, Гитлер! Хай, Гитлер! Хай, Гитлер! Хай, Гитлер! Борис! Разрешите? Проходите. Она вернулась. Ясно. Присаживайтесь. Присаживайтесь. А почему в Берлине? Потому что поезда отсюда ходят только до Берлина. Зато оттуда вы сможете поехать, куда вам забыл бы рассудиться. А сейчас возвращайтесь к жене и ждите. Спасибо. Хай, Гитлер! 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 А что? Местечко вполне подходящее. Только уходить нужно не лесом, а болотом. В случае погони они вряд ли туда сунутся. Займись завалом. Деревья валите сразу, как машина первая покажется. Может, прямо перед носом? Задние даже затормозить не успеют. Ох, и каша будет. Дело, как сказал. Есть. Осталось только принесть. Пошел. Они вышли на позицию, господин обер-лейтенант. Я вижу. Сколько их? Так. Пока насчитали двенадцать, но, видимо, есть еще. Хорошо. Продолжайте наблюдение и сообщите штурманфюреру. Началось. Как раз. Как раз. Так точно, господин штурманфюрер. Оба объекта на месте. Нет. Ничего подозрительного в их поведении мы не заметили. Слушаюсь. Проверь, что там. Это форточка. Видимо, ветром открыло. Так забей в нее гвоздь, чтобы она больше не открывалась. Ко мне. Будьте готовы. Готовность номер один. Как только они начинают, выдвигаемся. Готовы? Почему они не подпустили колонну ближе? Почему же они не нападают? Что, черт побери, происходит? Подождите. Давайте же. Они уходят. Что значит ушли? ВАЙС-2 сообщает, что после прохождения колонны он послал разведку к месту засады, но она никого не обнаружила. По его мнению, русские ушли через болото, и он не рискнул их преследовать. А что с ВАЙС-3? ВАЙС-3 сообщил, что прибыл на аэродром, так же, как и ВАЙС. Понятно. Тревога по гарнизону. Перекрыть все выходы из города. Едем к Жихареву. Быстро. Так точно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Оба убиты холодным оружием. В квартире объекта никого нет. Но есть кое-что личное для вас. Что? Весь вон на ваше имя. Я не осмелился его открывать. Это адресованное личное вам. Да, все хорошо. Оставьте меня одного. Штурмбанн фюреру Шульцу. Лично. Постой. Мне кажется, Шульц меня подозревает. Я знаю, как все исправить, но только ты должен мне поверить. Приближаемся к линии фронта. Передай пилотам транспортника. После расцепки пусть постараются привлечь к себе внимание. А в случае атаки сразу прыгают. Добро. После расцепки привлекайте к себе внимание. Слушаю атаку, сразу прыгают. Так точно. Есть. Внимание. Сброс. Приготовились. Дотянем. Ветер попутный дотянем. Иду на свет. Внимание. Русский самолет. Русский самолет на подлете. Русский самолет. Финита. Уходим. Продолжение следует... 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 Все в порядке? Так точно, господин полковник. Так-то лучше будет. Значит, получается, что сеанс связи прошел вовремя, и никакого сигнала тревоги не поступало, верно? Хорошо. Я сделал все, что вы хотели. Надеюсь, вы сдержите свое слово. Обязательно. Но только после того, как все закончим. По всей видимости, сейчас вам перезвонят по полевой связи и запросят подтверждение последнего сеанса. Свяжитесь с дежурным офицером и спросите точное время сеанса. Вы имеете в виду на плотине? Ну, конечно. 742 742 Позовите дежурного офицера к телефону. Срочно. Делайте, что он говорит. Гауптман. Гауптман Вебер Так точно. Значит, никакой подозрительной активности вы не заметили. Хорошо. С этого момента вы будете докладывать мне лично каждые 30 минут. Что мы будем делать? Шульц. Господин штандартенфюрер. Никак, нет. Операция еще не закончена. Да, пока все идет по плану. Слушаюсь. Немедленно выслать к плотине тревожную группу охранного батальона СС. Они должны причесать весь лес в районе плотины. Слушаюсь, господин штандартенфюрер. Продолжение следует. Прости меня за этот взрыв. У всех и так нервы на пределе. А этот со своим шкурным интересом. Простят, не простят. Расстреляют, не расстреляют. Ты, ты тоже меня блестил. Кажется, что-то случилось. Товарищ полковник. Немцы. Со стороны леса. Хорошо. Всем приготовиться. По местам. Давай. Сколько их? Примерно полсотни. В трех километрах от нас. СС. Думаю, минут через двадцать будут здесь. Судя по маневру, они не подозревают, что плотина захвачена. Скажу ребятам, чтобы прекратили работу. Жалко. Много времени потеряем. А если бой затянется, вообще не успеем. Надо покончить с ними максимально быстро. Для этого нужно подпустить их как можно ближе. Ну, как это сделать? Там же тоже не дураки. Я знаю как. Можно у вас, товарищ полковник? Может, вы объясните, что вы задумали? Да так. Маленькая военная хитрость. Это очень опасно. Да что вы, барышня. Не опаснее, чем на каруселях в парке кататься. Все будет хорошо. Немцы. По местам. Ну что, Вебер? Вы все поняли? Да, я все понял. Но я прошу вас учесть, что это СС. И я не могу им приказывать. Вебер, а вы не приказывайте. Вы попросите. Только очень убедительно. Потом вы можете быть свободны. На год. Ладно. Начальник дежурной смены, Гауптман Бибер. Хорошо, что вы прибыли так быстро. Быстро? А вы что, давали сигнал о помощи? Нет, я всего лишь сообщил, что в лесу на той стороне замечено подозрительное движение. Что вы говорите? Да. А мне ничего про это неизвестно. Когда вы это сообщили? Около 10 минут назад. Видимо, ваше сообщение пришло уже после того, как мы выехали. Вы посылали разведку? Нет. Это не входит в мои обязанности. Но, возможно, это связано с работами, которые в данный момент ведутся на плотине. Что за работы? Это гидротехнические работы, господин офицер. Я думал, что вас проинформировали. Может, вы проверите, что там? Или хотя бы усилите охрану на время работ? Если не горите желанием идти в лес. Что вы говорите? Как интересно. Мы не боимся, господин Гауптман. Это принцип СС. Я думал, вы знаете. Быстро прочешите лес. А в случае чего? Вы прикройте нас? Да, конечно. Разумеется. Давайте. Слава Богу, слава Богу, слава Богу. Спасибо. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Господин Штумбанфюрер Только что сообщили, что огневой контакт в районе плотины длился не более двух минут То есть можно предположить, что группа попала в засаду и была уничтожена, а объект захвачен В смысле? И у нас нет связи с плотиной Что значит нет связи? Что с тревожной группой? Что? То же самое, молчат Всем группам ВАЙС выдвинутся к плотине Быстро Я выезжаю немедленно Давайте машину Так точно Оба лейтенант Кемпке Кемпке это Шульц Скажите, вы уверены, что в случае прорыва плотины нашему аэродрому ничего не угрожает? Есть Подозрение, что Жихарев ошибся в своих расчетах Исключено Все расчеты были перепроверены и утверждены в штабе инженерных войск И я уверен, что там все в порядке Скажите, а что, собственно, случилось? Пока ничего Но на всякий случай прикажите держать все самолеты в полной готовности к вылету Быстро Машина готова Господин Шульц Я прошу прощения, но мне кажется, нам стоит срочно запросить дополнительную помощь Пока она прибудет, от плотины ничего не останется Камня на камне А сил у нас и так хватит Понимаете? Вы точно так же знаете, как и я, что нам нужно доложить об этом руководству Вы же уже доложили? Доложили же! Вы уже доложили Доложили уже Вы свободны, Вибер Если хотите, могу организовать вам боевое ранение Для достоверности Да нет, спасибо Надеюсь, вы не будете стрелять мне В спину Немцы начнут атаковать без разведки сходу Потому что времени у них мало Предлагаю Вот здесь, на опушке Поставить пулеметный расчет Когда нам совсем тяжело будет Чтобы ударили с фланга Возьму Сливанова и до Куева Добро А если с двух сторон зайдут? Может и зайдут Отправим туда птиных бойцов с пулеметом К тому же они могут вести огонь с той стороны Сгодится Ну, а тебе надо руку на пульте держать Согласен Стоять Гауптман Вебер Плотина захвачена русскими диверсантами Тревожная группа охранного батальона СС уничтожена Сколько их? Примерно 40 человек В данный момент они проводят минирование объекта С ними русский инженер Жихарев А почему вы еще живы? Что? Вы можете не отвечать Мне и так все ясно Я прошу вас Дайте мне возможность Кровью искупить свою вину Кровью? Так точно Не вопрос Может быть трофей возьмете Хорошая машинка и лупит знатно Нет, спасибо, я к этому бутову привыкла Ну, как хотите Эй, ты о чем думаешь? Да так, ко всякому Всем приготовиться Огонь по моей команде Господин Штумфюрр, вызвали? Передавайте всем Мы начинаем атаковать И атакуем непрерывно Пленных выбрать не будем Всех трусов вы можете расстреливать прямо на месте Приготовиться Господин Штумфюр, мы даже разведку местности не провели На это нет времени Если они взовут плотину Я не даю за нашей жизни даже паршивого Фенинга Кстати Первый, кто прорвется Получит железный крест Первого класса Вперед Так точно Да их там не меньше сотни А то и поболее будет Как говорит полковник Поют не числом Коля А умением Ну, слава тебе, Господи А то все гудков да гудков Огонь! Слава, слава! Не верю! Куда? Слава, слава! Слава, слава! Слава, слава! Слава, слава! Слава, слава! Слава, слава! Слава! Слава, слава! Сейчас они огонь в другую перенесут Иначе своих зацепят Слава, слава! Бой! Давай быстрее! Хайнце! Хайнце! Огонь в сторону плотины, понятно? Вперед! Дебилы Пратад? Ураг весу! Ураг весу Кlia А то ё «каки» Слава, слава? На этом гуне По телефону М collу Коля! Давай, тряхнусь! Давай, ребята, еще чуть-чуть! У меня патрон заклинил! Дай сюда! Нахер! Да брось ты ее, твою мать! Отряд, за мной! Быстро! Давай, Сергей Иванович! Давай! Дай ему под душу! Трое за мной! Остальные продолжают держать огонь, пока мы не займем плотину! Быстро! Прилегли, сволочи! Не нравятся! Командир, пока они не очухались, надо уходить! Добро! Отходим! Добро! Вперед! Давай, пока ты! А мы прикроем! Давай, давай! Там Петр! Беги! Там Петр! А кто на подрыве? Я не знаю! Беги! Беги подстрахуешь! Я не сумею! Да там ничего уметь! Просто крутишь ручку и рвешь! Давай, давай! Беги! 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 Германович! Уходи, мичман! Патроны заканчиваются! Беги! 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 Черт! Беги! Вставайте, трусы проклятые! В атаку! Вперед! Черт, сзади обошли, сука! Много парня! Беги! 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 Не боись! Она же ручная! Патроны есть? Нет. Надо отходить. Стоять! Сигнала нет! Шмотный! Ловись! Залки! Залки! Давай-давай-давай-давай-давай! Значит, не закончили. Туй на ту сторону, скажи больше десяти минут. Не продержимся, я прикрою. Пошел давай! Давай-давай-давай-давай-давай! Ovcar! Давай-давай-давай-давай-давай! ГРУК2 ВОИ! ВООБРА 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 Субтитры сделал DimaTorzok Иди сюда Успели! Все Отвоевался Девча, а ты как? У меня есть для них подарок Прощай, командир Прощай, командир Ахтон, гад, команды! Ахтон Не стойте, как истукады! Вперёд! Как-то так. Как-то так. Отходим! Отходим! Давай рви, бать твою, рви! Отходим! Отходим! Ну, чего ты ждёшь-то, рви! Что вас, ваша мать! И в этот раз! Дай сюда! Куда? Куда? Куда, мать твою? Куда? Куда? , надо! Восторг! 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 Готово! Готово! Взрывай! 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 Кидай вам! Взрывай! 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я ведь понял, почему ты тогда не смог. Говорил, что себя пожалел, струсил. Ну, теперь ясно. Ерунда это все. Ты уж прости, что все-таки обернулся. Вроде как пообещал, что беречь ее буду. А оно вам как вышло. Я в лакуши сделала. Теперь паре легче будет. Это все ты затеяла. Я сама разберусь. Ты главное направление показывай. Да вдвоем нам не выбраться. Отставить разговор. Залезай. Давай. Помочь? Я сам. Со своей волокушей. Готовь. Дура. Упьешься, Баба. Баба. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok Впереди будут еще четыре долгих кровавых года Эта страшная война унесет миллионы жизней советских людей Дорогой ценой удалось сломить и остановить фашистов И одержать великую победу После освобождения Алипова от фашистских захватчиков Вера Жихарева вернулась в город Участвовала в его восстановлении И растила сына Петр Стрельченко не дожил до победы несколько дней И погиб при взятии Берлина Мы всегда будем помнить о подвигах тех, кто отстоял нашу родину И дал нам возможность жить Вечная память героям, павшим и живым Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok